Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол и Та Жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за тренера FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну и сразу, как вы увидели, Марсиаль признан игроком месяца в английской премьер-лигии. Для нас тоже замечательное событие. По началу его пребывания в Эвертоне как-то не очень складывалось, но теперь, когда мы начали играть через ключевые моменты, очень приятная у него моделька, и по факту он затмил Кальверта Льюина, который вот себя теперь стал мало проявлять. По матчам на сегодня это домашняя игра против Челси, выездная против Астон Виллы и домашняя против Брэнфорда. Что я могу сказать по этим матчам? Ну, здесь, наверное, так же, что и против Ливерпуля. Когда мы играли, минимум, даже максимум, наверное, буду рад действительно ничейному результату с Челси. Ну, а здесь, мне кажется, должны быть у нас две победы, поэтому так же 7 очков за 3 игры я планирую взять. Мы идем на шестом месте, Челси на первом, и у нас 5 очков разница. Мы идем на шестом месте. Я, кстати, не знаю, шестое место является ли Еврокубковым, потому что вот Уэст Хэм сейчас идет на пятом месте, и, как мне кажется, это Лига Европы. А вот шестое место это Лига Конференций, если я ничего не путаю. Поэтому, мне кажется, вот сейчас, где мы какую вот строчку занимаем, мне кажется, это было бы отличным завершением сезона. Вот, на следующий сезон попасть в Еврокубки, ну и вот начать с самого невостребованного, такого самого нишего, ну вот хотя бы там попробовать свои силы. Итак, составы на ваших экранах. Мы играем стартовым. У них много уставших игроков. Из новичков здесь вроде никого нет. То есть, те игроки, которые были, тех и выставили. То есть, никаких они новых, я так понимаю, не подписывали сильно. Поэтому посмотрим. Эвертон против Челси. Поехали. Итак, Эвертон против Челси. Гудисон Парк. Если не ошибаюсь, то мы здесь сыграли в ничью с Ливерпулем. 2-2. Поэтому бой на тот момент первому месту мы дали. И вот сейчас Челси идет на первом месте. Поэтому постараться отобрать очки нам надо. Итак, начинается матч. Абумиян быстро разыгрывает центре поля с Хаверцем. И Челси будет бить штрафной уже на 10-й минуте. Опасный, конечно же, момент. Зиеш. Возле мяча. Я не знаю, он будет разыгрывать или сам бить. Ну, подачу делает. Абумиян там вроде как пытался что-то зацепиться. Ководи отлично в этом моменте все сделал. И вот Эвертон теперь атакует. Уже 20-я минута. А что у нас по моменту? Ну, там сейчас Марсиале и один защитник впереди. Антони Марсиале отлично проходит. Отпасовывает дальше. И какой удар? Это Докуре, наверное, бил. Но Минди потащил. А вот теперь момент для Пикфорда. Пенальти. Абумиян подходит к мячу. Бусь будет бить вправо. Ой-ой-ой, ну угадали. Ну тут надо было прям заранее прыгать. Не дотянулись мы. Не дотянулся Пикфорд. Ну и вот. Челси выходит вперед благодаря пенальти. Хоть бы момент показали. Мне интересно, кто там накосячил. И вот Эвертон получает возможность навесить. 31-я минута матча. Так, с мячом Грей. Через центр попробуем пройтись. И вот нам дают эту зону. Но вот Кулебали отобрал уже здесь мяч. Теперь Челси атакует в концовке первого тайма. Жоржиню сейчас мяч получит. Но у нас очень много игроков на своей половине поля. Так, Хаверт. Отлично, Коуди здесь справляется. Ну Зиеш в каком-то подборе прям. А вот это вот уже опасно. Спокойно. Все. Жустин отлично здесь отыграл. Да даже вынести уже можно мяч. И снова пенальти. Что случилось с нашей обороной? Кто там подходит теперь? Снова Бумьян. Я не знаю, куда он. Давайте влево теперь будет бить. Мне кажется, он в один угол не пробьет. Пробил. Он пробил дважды в один угол. Давайте заменим Марсиаля на Кальверта Льюина. Посмотрим. Ну тут что уже? 2-0. У нас моментов-то практически не было. Челси еще и выполняет угловой. То есть все. Здесь идет именно доминация команды. Здесь, как с Ливерпулем, море моментов у нас нет. Зиеш на подаче. Замечательно. Дукуре. Тарковский отлично здесь на вынос. Ну и все. Контратаку нам не дадут. Ну вот Эвертон атакует. 78-я минута. Марсиаль до сих пор на поле. Так. Небольшой факт. Тогда Куре. Идриса Гуе. Так. Ну и все. Здесь уже я что-то довыдумывал. И в итоге поражение от Челси. Ну что я могу здесь сказать? Мы пропустили лишь с пенальти два гола. И то первый гол мы могли там отбивать. Немножко не дотянулись. То есть я не знаю. По моментам. Вот у них действительно два момента. Ну хоть и по ударам равенства. Владение на нашей стороне было. Ну действительно у них два момента и все. Ну как-то я не знаю. Обидно то, что просто не гол с игры. Там было просто два пенальти. На которые я в принципе не мог никак повлиять. Только лишь вот отбить. Но это прям было бы историческое событие. Если бы два пенальти я бы отбил. Игроки отправятся в сборную снова. Ну у нас здесь Пикфорд, Коуди и Миколенко. Ну и сразу по горячим следам. Я так понимаю все уже отыграли одиннадцатый тур. Мы теперь занимаем седьмую строчку. До этого вот занимали шестую. Итак сообщение от Антони Марсиале. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Астанвилы. Ну на самом деле да. Я планировал его в любом случае выпускать. Все таки лучший игрок лиги прошлого месяца. И ну скудная игра против Челси. Там никто в принципе себя хорошо не показал. Но вот против Астанвилы. Тем более у нас отставание всего лишь здесь в три очка. Но нам надо как-то вот пытаться закрепиться вот в этом положении. Ну мне кажется выше десятого места нам вот стоит держаться. Я точечные какие-нибудь давайте изменения сделаю там по составу. И на этом все. Ну что же здесь я практически заменил весь состав. Выпустив второй. Оставил только лишь Кина в защите Пикфорда на воротах и Марсиале в атаке. У Астанвилы по составу я сразу вижу Кевина Воланда, Фоланда вот из Монако. Поэтому не знаю по поводу других игроков. Ну что я здесь могу сказать. Бейли он был. Вот Каутиньо опасный игрок. Здесь в принципе нету плохих игроков. Тем более еще и хороший вратарь. Там с рейтингом вроде 85. Поэтому Астанвилы против Эвертона. Поехали. Итак, Астанвилы против Эвертона. Вилла Парк. Выездная для нас игра. Вроде бы равные по силам две команды. Отставание не такое уж и большое в турнирной таблице. Всего лишь три очка. Но вот сегодня и посмотрим. Хоть и выпускаем мы второй состав. Но там хорошие естественные игроки. Опытные. С хорошим рейтингом в любом случае. Поэтому надо следить за ними внимательно. Итак, первый же момент у нас. 32 минута. Гордон будет подавать штрафной. Ну надо как-нибудь аккуратненько подать. Вот. Почти. И нет. Здесь винагры еще и нарушил. Там не знаю, желтую получат. А вот и Астанвила. Сольный проход сразу же после этого момента. Там Волан сейчас убегает. Вряд ли мы сейчас догоним. Надо выходить Пикфордом. Как мне кажется сейчас. И отлично. Все здесь грамотно сделали. И винагры на вынос. И снова сольный проход уже в начале второго тайма. Но здесь уже хотя бы у нас есть игрок. Против него Каутиньо. Ну а здесь все. До свидания сразу. Винагры молодец. Не его даже позиция была. Ну вот наша возможность навесить. Так, супер. Через Марсиаля справились. Но здесь концу мы не прошли. Но зато снова наша атака. 79-ая минута. Что-то там можно попытаться сделать. Так, Марсиаль с мечом. Но это практически выход 1 на 1. Считается там. И. Ну супер. Я здесь очень боюсь вот этих моментов. Когда на меня вратарь начинает выходить. Соблазн мы его перебросить. Но вот здесь вот Марсиаля аккуратно дает на Докоре. И тот забивает. Взголевую передачу от Марсиаля. Все. Слава богу получилось. Наш первый гол в сегодняшнем выпуске. И. Контратака. На последних минутах матча. Надо сейчас попытаться не пропустить конечно. Все здесь замечательно. Еремина отыграл. И все. Действительно. Это был единственный гол в матче. Но главное что победа. На выезде. Руни. Одержал победу над Стивеном Джерардом. Которого там. Он сейчас в настоящее время уволен. С поста голодного тренера Астанвилла. Но. Не суть. Главное что вот Докоре. 8.3 у него оценка. У нас был один момент. Ударов чуть побольше было у Астанвиллы. Но владения тоже чуть побольше было вот у нас. Поэтому ну. Ребята молодцы что реализовали свой момент. Сообщение от Марсиале. Я действительно ценю то что вы прислушиваетесь. Ко мне даете играть пока я в форме. Сборная Ирландии нам присылает предложение стать их главным тренером. Мы отклоняем. Ну что же мы снова на шестом месте. С чего и начинали. Играем сейчас против Брэндфорда. Дома. Они идут на шестнадцатом месте. Здесь уже отставание приличное. Ну можно сказать в три победы. В девять очков. Поэтому у нас лидерства сильно никакого нету. Даже на седьмом местном всего лишь одно очко. Минимальное лидерство. Куда-то забираться сильно вверх тоже как бы неохота. Потому что а вдруг мы там закончим и будем участвовать либо в Лиге Европы, что казалось бы наш уровень, либо в ту же Лигу Чемпионов. Но это прям уже вообще фантастика. Поэтому мне нравится где я сейчас нахожусь. Но будем смотреть по ситуации. Отобрали очки у Ливерпуля. Но вот проиграли тому же Челси. Поэтому где-то более-менее логика здесь и реализм у нас присутствует. Сейчас играем хоть и против Брэндфорда. Я выпущу в старте Кальверта Льюина. Я хочу на него посмотреть. Но остальные игроки там более-менее будут подвергнуты ротации. Изменения по составу только одно. Ну даже два. Кальверта Льюина я поставил в стартовый состав. И Гудфри вместо Кина. Как раз посмотрим, что из этого выйдет. Состав Брэндфорда на ваших экранах. Начинаем. Итак. Третья и последняя игра на сегодня. Эвертон против Брэндфорда. Мы на Гудисоне Парк. Здесь мы проиграли последний раз Челси. Со счетом 0-2. Но потом одержали выездную победу над Астанвиллой. Минимальную. Но все же одержали. Сейчас идем более-менее там, где я и планирую завершить этот сезон. Ну вот. Посмотрим сегодня еще и за Кальвертом Льюином. Все-таки игрок неплохо начинал там в двух первых турах. У него был дубль. Подать сейчас от Грея не пошла, к сожалению. И... Но тут моментов у нас побольше, если нам, мне кажется, будет. Потому что мы вроде как лидеры на бумаге. Но нет. Здесь еще тоже вот перехватили. А вот теперь и Брэндфорд со своим штрафным. В концовке первого тайма. Тони. Куда-то так подает. Интересно. И пропускаем. Беума. Забивает. А это их первый и единственный момент, который только был. У нас второй тайм. Надо теперь еще и отыгрываться. Терять очки против Брэндфорда вообще не хочется. Грей. В центре отлично. Кальверт Льюин подключался. Но уже перекрывали его. Но здесь еще и до Куре. Шикарно. Все. Потеря мяча. Ну вот. 64-я минута. Снова владение Эвертона. А мы не реализуем сейчас свои моменты. То ли я уже как-то не мотивирован играть. Что не настроился. Думал, что легкий соперник. Так Дэвис. Никто ведь не открывается. Это плохо. Ну вот сейчас просто у Кальверт Льюина мяч отбирают. И что? Сейчас еще и финальный сток может быть. Но нет. Кальверт Льюин сейчас в моменте своем. Отличный у него момент может быть. Так. Похоже не может. Замечательно. Он просто даже корпусом никак не держит. А вот у Брэндфорда сольный проход. Но это все. Скорее всего еще и поражение сейчас от Брэндфорда. Потому что последние минуты Брэндфорд в атаке. У нас не останется вообще времени. Ну и Пикфорд здесь выручает. Но мне кажется, что это все. Да. Ну вот так вот. Дома мы ужасно сегодня отыграли. У нас два поражения. Из семи очков, которых я планировал. Мы получили всего лишь три. То против Астанвиллы. Но тут уже чисто у меня. Вы посмотрите. У нас один удар был. Ноль моментов. Владение Брэндфорда 70 на 30. Это при том, что я решил дать шанс. Кальверт Льюин. Ну все. Теперь он надолго наверное у нас будет в запасе. Вот. Надо главное это запомнить. Когда я буду следующий ролик записывать. Марсиаль намного конечно лучше. Когда даже просто он в старте выходит. Команда побеждает. Тут абсолютно другая ситуация. Ну что же. Мы на этом заканчиваем сегодняшний выпуск. Вот. Ну мы на шестом месте так в принципе то и остались. Но правда теперь до пятого места. Куда сильно то и не рвусь. У нас шесть очков отставания. Минимальное лидерство здесь у нас на шестом месте. Вот. Над Вестхэмом и тем же Кристал Пелосом. Ну вот. Как то так у нас получилось. На этом все. Давайте посмотрим. Кто у нас там сейчас лучший бомбардир. В лиге лучший ассистент. Роналдо лучший бомбардир. 12 забитых мячей в 14 матчах. Наш Марсиаль на 14 месте. У него 6 мячей в 11 играх. Лучший ассистент Варди и Фоден. 5 голевых за 13 матчей. У нас это Грей. 3 голевые в 13 матчах. Алисон и Минди. Лучшие вратари сейчас по сухим матчам. На третьем месте наш Пикфорд. У него 4 сухие игры за 13 матчей. Поэтому на сегодня все. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok